Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наш гость, поэт, музыкант, философ, юрист Анатолий Николаевич Аринин. Анатолий Николаевич Аринин живет в Москве и в Чебоксарах и был частым гостем нашего города. В первом номере журнала «Симбирск» за 2024 год можно прочесть подборку стихов Анатолия Аринина. Итак, слово нашему гостю. Добрый день, дорогие жители города Ульяновска! Я рад вас приветствовать, а также рад приветствовать всех тех, кто нас смотрит, потому что это общение, оно дает мне вдохновение, и под этим вдохновением, конечно же, я свои произведения творю, свои произведения. Конечно, я очень благодарен Елене Викторовне и дружной команде за то, что они дали возможность пообщаться с вами. Все-таки мы, как говорится, по большому счету, все жители Великой Русской реки Волга являемся в какой-то мере, так сказать, объединяющим звеном, объединяющим фактором всего того, что нас объединяет, это река Волга, это объединяющий фактор, который, так сказать, для нас играет крайне важные значения. Поэтому я бы хотел открыть сегодняшнюю нашу встречу с песней «Волгари», которую я сочинил специально для вас, для жителей города Ульяновска и всех тех, кто живет на Волге. Я живу на Волге, где рассветы долги, где святая волжская вода. И ничто не сможет и разлука тоже разлучить нас с Волгой никогда. И ничто не сможет и разлука тоже разлучить нас с Волгой никогда. Просто чувство это, Родина согрета, За душевным пламенем зари. Волжские рассветы, Волжские рассветы, Обнимите сердцем Волгари. Волжские рассветы, Волжские рассветы, Обнимите сердцем Волгари. Волжские рассветы, Волжские рассветы, Обнимите сердцем Волгари. Волжские рассветы, В солнечное лето, С душевным светом влюблены. И душой согреты, Добрые заветы, Те, что дарит Волга для страны. И душой согреты, Добрые заветы, Те, что дарит Волга для страны. Просто чувство это, Родина согрета, Просто чувство это, Родина согрета, За душевным пламенем зари. Волжские рассветы, Волжские рассветы, Обнимите сердцем Волгари. Волжские рассветы, Волжские рассветы, Обнимите сердцем Волгари. Вот такая песня для вас, жителей города Ульяновска, И также все волгари, все, кто живут на Волге, Все, кто имеют счастье наслаждаться и восхищаться нашей великой русской рекой, возле которой мы находимся и тоже пополняемся вот этим духом, духом такой вот мощи нашей Волги. Я здесь часто бывал на гастролях, на выступлениях, в разных жанрах, вот так же, как в оригинальном жанре, я выступал в Вундерах, здесь там Куйбышевское хранилище вот такое огромное, я даже удивился, берегов не видно. Вот, я сам с Чебоксар, у нас тоже есть как бы название такое есть, Куйбышевское море там, где ГЭС, но у нас берега видно, а здесь их бывает даже вот в определенную погоду все как будто ты где-то на морском побережье. Вот, так что, да, у вас здесь места особенные, особенные места, Симбирск, это, как говорится, играет крайне важные, архиважные значения, и мы люди, конечно, советского времени, а в советское время тем более здесь, как говорится, имело большое значение, поскольку вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин, так сказать, он с этих мест, и естественно, это такое знаковое, можно сказать, место, было в советское время, куда стекались все туристы, школьники, в надежде, чтобы прикоснуться к великому и познакомиться вот с этой великой историей советского времени, потому что в советское время тоже не вычеркнешь из нашей истории, так же, как и любое другое время, в которое мы жили. Вот, ну, так сказать, я сегодня буду вам не только рассказывать, так сказать, свои размышления и петь песни, вот буду читать стихи. Да, потери всегда обернется, что на свете дороже всего, но по-прежнему в сердце все рвется в те края, где уж нет ничего. Мы в обмане своих обещаний, что главней берегли на потом, но тяжелая осень прощаний вдруг пришла, как полуденный гром, как любимых ценили мы мало, как же мало им дали любви. Все ушло, отцвело и пропало, не вернется, зови, не зови. Ну, а может быть, все повторится, чтоб сполна дать любовь и слова, все, что дорого, снова приснится, раз любовь в моем сердце жива. Все вернется, о чем вспоминаю, что любима любовью одной. Ведь весна наступает, я знаю, раз я брежу и грежу весной. Средь холодных потерь похоронных и средь жестких безрадостных льдов путь завален снегами бездомно в настоящее счастье любовь. Но весна проложила дорожку, все вернется в назначенный день, знаю я, полыхнет за окошком поутряне старуха сирень. Вот я почему сказал старуха сирень, дело в том, что у меня сирень ассоциируется с моей первой любовью, то есть у меня была девушка одна, она жила вот там у нее прямо под окошком, был дом такой сельский, цвела сирень. И у меня как-то это отложилось вот так, первая любовь, первая сирень и так далее, вот как-то отложилось в моем сердце. И поэтому я вот в своей поэзии, в своих, как говорится, стихах обычно, когда говорю о сирене, я ассоциирую сирень как метафора о любви. Однозначно. Вот. Ну, вообще, конечно, многие свои воспоминания о юности, они, наверное, являются музой, которая приходит. Музой, конечно, является все. Вот для поэта муза что такое муза? Увидел ты там красивую женщину или обаятельную женщину? Ну, что такое красота? Это душа. Обаятельную женщину увидел, все, у тебя вдохновение пошло, и ты уже готов сочинять стихи. Или просто увидел какой-то сюжет, например. Ну, допустим, кто-то обижает мою Родину, и мне уже становится как-то не по себе. Потому что я сам военнослужащий бывший, я командир отделения, и я знаю, что такое защищать Родину. Нас этому учили. И в дух патриотизма он всегда живет. Поэтому он созвучен со всеми ребятами, которые там отдают жизнь. Даже сейчас вот у нас в СВО, как говорится, многие ребята ушли туда, и смотришь, погибают за интересы нашей Родины. Наша Родина определяет интересы. Вот есть интересы Родины, и за интересы надо драться. Потому что кто как не мы будет драться, никто кроме нас не будет драться. И надо вот защищать эти интересы Родины. И что нам говорить? Мы военнослужащие, военнообязанные люди, как говорится. Раз уж мы, так сказать, давали присягу, то и должны защищать нашу Родину. Вот. Поэтому, конечно, у меня часто рождаются и песни тоже на эту тему. Я отсылаю их ребятам. И есть вот у меня прямая связь с 24-й бригадой специального назначения, вот, главного разведывательного управления. И мы им помогаем. Ну, давайте тогда я сейчас на военную тематику исполню одно произведение, которое затрагивает в ближайшее время, как раз у нас 9 мая близится. И мы не можем обойти эту дату, поскольку у нас мой дедушка погиб, Василий Афанасьевич. Защищая Москву, когда фашисты подбирались уже к Москве, он пошел, несмотря на то, что у него была многодетная семья, он добровольцем пошел на фронт и погиб в бою, как говорится. Вот их нельзя забывать. И я уверен, что у многих из вас тоже, так сказать, ваши предки отдали свою жизнь за то, чтобы отстоять наше государство, чтобы Советский Союз, а ныне Россия, чтобы они имели место быть, чтобы мы были и жили в этом мире. Так, песня называется «Не забывай». Чтобы мы не забывали о том, что, хотя сейчас и тишина, бывает на поле боя тишина, но не забывать нам наших героев, которые отдали свои жизни. Наши деды, прадеды во время Великой Отечественной войны сложили свои головы за то, чтобы мы сейчас с вами жили в свободной стране, имели статус государства. Иначе бы государства вообще не было, если бы фашисты поработили бы здесь все. И, естественно, государство, оно, как говорят, хочешь мира, готовься к войне. Оно своими границами, своей оборонной мощью всегда выражает свою силу. Поэтому с честь и славы нашим великим воинам, нашим предкам мы будем достойны их и тоже готовы драться до последней капли крови. Если это понадобится, то пойдем в бой. Какая громкая над полем тишина, А ведь когда-то здесь гремела канонада, Солдаты гибли, и тогда была война. Ну а сегодня нам об этом помнить надо. Не забывай, не забывай, не забывай, Что мир на свете отстояли те герои, Кто жизнь готов отдать тяжелую порою В боях за Родину, за свой родимый край. И вот теперь, когда исчезла та война, Когда побед и вкус уже давно изведан, Не верь, что вечной будет эта тишина. Но верь всегда, что любит Родину победа, Не забывай, не забывай, не забывай, Что мир на свете отстояли те герои, Кто жизнь готов отдать тяжелую порою В боях за Родину, за свой родимый край. Не забывай, не забывай, не забывай, Что мир на свете отстояли те герои, Кто жизнь готов отдать тяжелую порою. В боях за Родину, за свой родимый край. Вот такая песня на военную тематику. Вот одна песня у меня родилась. Мы с Серебряником Владимир Васильевич, это генерал-лейтенант, он был академик Академии разведки, мой друг, доктор философских наук, москвич. Мы с ним выступали в академии, то есть выступали такие есть ломоносовские чтения. И вот тогда как раз какие-то неспокойные моменты были на Украине, как раз рух был там и сносили памятники Ленину. И мы с Владимиром Васильевичем провели аналитическую работу и сказали, что что-то зреет что-то нехорошее, какая-то военная, грубо говоря, конфликтная ситуация, боеконфликт какой-то военный. Но тогда еще этого не было. Мы выразили свое мнение, все, тогда все посмеялись, как-то не думали об этом, что действительно это произойдет. Но тем не менее мы, Владимир Васильевич, он тоже, как говорится, такой вот человек очень мудрый, он аналитического склада ума. И, в принципе, мы остались при своем мнении. Но как вышло, что действительно наше пророчество сбылось, и действительно пошли боестолкновения. Сначала пошли вот эти вот лозунги националистические, а потом уже пошли действия конкретные против России, так сказать, направленные с ненавистью против России. Поэтому здесь как бы была написана песня, она была написана еще до СВО. В 1922 году называется «Путь». «Российский путь». Вместе всегда идти, не изменив пути. Там, где рассыпал дождь, горсть слез, И по крутой тропе, вверх по святой росе, Будем шагать с тобой в грусть берез. Загрустим, не впадая в бессилие, Будем драться сквозь боли, сквозь стон, Если тучи висят над Россией, Дожидаясь ее похорон. Если тучи висят над Россией, Дожидаясь ее похорон. В нежность влюблен и в грусть, Тот, кто полюбит Русь, И широтой души Родиться, Чтобы в любви своей Верным быть только ей, И навсегда лишь ей Гордиться, Как бы ни других Невинователям. Я приду, Чтоб тебя обогреть, Коль назвали Россию Мы матерью, Мать не может Для нас умереть, Коль назвали Россию Мы матерью, Мать не может Для нас умереть, Говорят, Бог есть любовь. И первая заповедь Христова Возлюби ближнего своего, Как самого себя. Поэтому, наверное, Вот любовь к родителям, К своей маме, Она ассоциируется с Богом. И вообще, когда мы рождаемся На этот свет, Наверное, для нас единственный Бог есть, От которого зависит наша судьба и жизнь, Это наша мама, Которая нас кормит, И без которой мы, можно сказать, Можем просто исчезнуть с лица земли И умереть. Вот. Поэтому я стих назвал Я видел живого Бога. Я видел живого Бога, И мне ли его не знать? В нем было любви так много, Тем Богом была моя мать. Я верую, Нет сомнений, Раз ей я на свет рожден, Лишь верую против мнений Иных духом убежден. Ей сердце пылает вновь, Ведь памятью жизнь сильна. И если Бог есть любовь, То это была она. У нас, где родители живут, Там есть такое понятие, Возможно, у вас в Ульяновске тоже есть, Вот, когда вспышки бывают на полях, Когда сеют рожь там или пшеницу, Да, хлебозор называется. У нас называется это хлебозор. Ну, бывает, что разный диалект, Поэтому, возможно, здесь по-другому называется, Но вспышки бывают везде такие. И вот хлебозор вот, Я вспомнил хлебозор и тополя, Тополя и вот такая, И любовь тоже. Вот в сирене любовь как бы ассоциируется И тополя, Как бы такой тополиный пух, Нежный такой тополиный пух. Вот такая вот песня. Снова хлебозор, Мне тревожит душу, душу, Сердце бередят, Вспышки на полях, Только я любви В памяти не рушу, Я не рушу и не хороню Чувства в тополях. Только я любви В памяти не рушу, Я не рушу и не хороню Чувства в тополях. Тополиный пух, Снег в начале лета, Нежностью своей Ты пьянишь простор, Хоть дурманишь ты, Но я знаю где это, В памяти моей Светит хлебозор, Хоть дурманишь ты, Но я знаю где это, В памяти моей Светит хлебозор, Знаю все огни, Задувает ветер, Подлый ветер, Только без огня В мраке не пройти, Просто меркнет все, Если вдруг не светит, Мне не светит, Чистая любовь В жизненном пути. Только меркнет все, Если вдруг не светит, Мне не светит, Чистая любовь В жизненном пути. Тополиный пух, Свет в начале лета, С нежностью своей Ты пьянишь простор, Хоть дурманишь ты, Но я знаю где это, В памяти моей Светит хлебозор, Хоть дурманишь ты, Но я знаю где это, В памяти моей Светит хлебозор. Вот я прочитаю вам стихотворение, которое, наверное, будет созвучно нашей сегодняшней встрече, которое будет призывать вас к доброте. Не губите доброту, Не губите, Человечности мечту пощадите, Коль не станет доброты на планете, Кто на горе состраданием ответит, Будет властвовать жестокость и злоба, Не осталось человечности чтобы, Будет наглость благородство калечить, Чтоб безнравственность вокруг обеспечить, Ну а там, где добродетель калека, Не отыщешь никогда человека, Полюбите доброту, Полюбите, Человечью красоту не сгубите, Берегите до скончания века, Вы в себе благую суть человека, Вы в себе благую суть человека. И общаться будем, В Москву приезжайте, Я могу вас принять в союз писателей, Вот, если что, присылайте заявки, На наш сайт заходите, Мы с удовольствием, Писателей мы любим, Будем издавать книги, Будем общаться и совместно с вами дружить. Дорогие друзья, Мы благодарим нашего гостя, Анатолия Аринина, За участие в нашей программе. Хочется добавить, Что Анатолий Николаевич Аринин, Ведет большую общественную работу, Он входит в состав правления Союза писателей Чувашской Республики, А также является членом Ассоциации композиторов Чувашской Республики. Анатолий Аринин награжден Медалью за труды в культуре и искусстве. Мы желаем нашему гостю гармонии, Добра, вдохновения. И вам, дорогие друзья, Желаем всего самого светлого и доброго. До новых встреч!